Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ведь почти за 4 столетия здесь сменилось много поколений жителей и побывало много гостей Многие из них прибывали сюда не по своей воле, так что гостями я бы их не называл. И если бы я ехал бы на димаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на землях князь на землях Князца Тегендархана. Он простоял почти 300 лет на нынешней площади Дружбы. Одно время она называлась площадью Тегена, кстати. Ууууу, если начнем со времен Астрога, так мы до утра не закончим, Ваня. А как тогда с нашей историей найти верную точку для старта рассказа? Хотя есть идея. Где мы сейчас стоим? У литературного музея. Давненько я тут не был. Четверть века назад я часто сюда забегал и Сафронова декламировал наизусть. Вот, с поэзии начнём. Ты помнишь, как нашу землю впервые описывали высоким слогом? Хотя всегдашними снегами покрыта северна страна, Где мёрзлыми борей крылами твоих взвивает знамена, Но Бог меж льдистыми горами велик своими чудесами. Там Лена, чистый быстриной, как нил народы напаяет И бреги, наконец, теряет, сравнившись морю с шириной. Не, не помню. А кто автор, интересно? Может, Александр Сергеевич Пушкин? Нет, он ещё не родился тогда. Было это аж в 1742 году. Это Михаил Ломоносов, русский учёный. Он сам здесь не бывал, но север представлял верно. Эти слова он написал в воде для императрицы всея Руси Елизаветы Петровны. Ко времени её правления в российском государстве Уже состоялись две камчатские экспедиции. Именно из Якутска выходили отряды Великой Северной экспедиции, Которые привезли в Петербург описания, карты, гербарии Сибири и Дальнего Востока. Сам Витус Беринг прожил в Якутске несколько лет. Жаль, что никаких артефактов тех лет не сохранилось. Даже место его проживания неизвестно. Родная Пушкинка, сколько часов мы здесь просидели в студенчестве, Вань. Сколько толстых томов перелистали в золочёных переплётах. Смотрю, и в нашей городской истории под одним корешком Великая и трагичная, забавная и нелепая. Тут я с тобой согласен. Переплёт ещё тот. Александр Пушкин был приятелем Александра Бестужева, которого, кстати, называли Пушкиным прозы. А ещё одно совпадение. Погибли они в один и тот же год. В истории этой есть и третий Александр Христофорович. Он отправил на виселицу Рылеева, а к нам в ссылку Бестужева. Это был будущий шеф жандармов, создатель третьего отделения высшего органа политической полиции империи Бенкендорф. И представь, он побывал у нас ещё до стихов Рылеева, совсем молодым. Якутск – город довольно важный для места, где он построен. Природа здесь уж более ничего не производит. Но он соединяет Камчатку и Охотск с оставшейся частью Сибири. Нужно непременно сюда приехать, чтобы направиться в эти удалённые края. Я прибыл в Якутск в конце декабря и не увидел почти что дневного света, но в полдень я смог отчётливо прочесть на столбе 9250 верст от Москвы. Расстояние меня испугало. Я прекрасно знал, что был на краю света, но этот столб произвёл на меня впечатление зловещего оракула и живописал мне в одно мгновение все тяготы, кои меня ожидали для возвращения. Природа ничего не производит. Да он и предположить не мог, что в 20 веке у нас найдут всю таблицу Менделеева. Но отдадим ему должное, он молодец. Не каждый в 20 лет отправится исследовать далёкие земли. Хотя взрослели тогда гораздо раньше нынешних ребят. Я вспомнил, что, например, мореплаватель и впоследствии адмирал Фердинанд Врангель приехал в Якутск в 24 года уже руководителем экспедиции. И как ему Якутск оставил отзыв? Единственную достопримечательность Якутска составляет старинная древняя крепость, или Острог, с угрожающими падением угловыми башнями, которую построили завоеватели Сибири казаки. Сколь не ветх сей памятник первого основания Якутска, однако ж жители взирают на него с благоговением, охотно рассказывают о богатырских подвигах своих предков, начале и приращении своего любезного города, который, к счастью, большая часть из них любит и находит довольно красивым. Да, адмирал, люблю и нахожу красивым. Верно. Спустя 4 года, в 1824 году, лейтенант Врангель вернулся в Якутск с блестящими результатами. Он провел первую магнитную съемку от Якутска до берегов Северного Ледовитого океана и открыл Великую Северную полынью. Получается, в то время, когда Рылеев свою поэму писал про то, что никто страны сей безотрадной не посетит, к нам будущие адмиралы то и дело заворачивали. Ну, Москва не сразу строилась. Первый каменный ТЦ, гостиный двор, возвели на нынешней площади Ленина. Шикарное здание было с колоннадой. Гостиный двор занимал весь квадрат между улицами Кирова, Амосова, Ярославского и Ленина. Кирова даже называлась Гостина Дворской. В этот гостиный двор четверть века спустя захаживал сам Иван Гончаров. Наверное, сувениры искал. Это, который Обломова написал? Да, можно сказать, по его следам идем, по той же улице, где он проезжал не раз. Только звалась она тогда не Ленина, а Большая. Я виделся почти со всеми членами здешнего общества. Но кто бы ожидал, что в их скромной и, по-видимому, неподвижной жизни было не меньше движения и трудов, нежели во всяких путешествиях. Я узнал, что жизнь их нисколько не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь, что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов. Иван Александрович возвращался после кругосветного путешествия на военном фрегате «Паллада». Моряки вышли из Кронштадта, побывали в Англии, Африке, Юго-Восточной Азии, Китае и Японии. Писатель высадился в Охотске и пересек жуткие перевалы с северо-востока Якутской области. Может, от предчувствия встречи с домом, возвращения в Петербург, ему не хотелось тут недостатки искать. Что ж, получается, старинный Якутск никого, кроме Гончарова, не вдохновил. Не заставил пару слов добрых написать. Подожди расстраиваться. Якутск стоит в таком месте, что не захочешь, а залюбуешься его окрестностями. Даже Бестужев писал, «Вы ничего не видали, не видав Лены весной. Природа наша вдохновила даже геолога». Увидел я здание Кузгеологии, бывшее, и вспомнил про Петра Драверта. Тебе одной, мой напевый, стране холодной, но живой, Где мною брошенные севы создрели к жатве полдневой. Твоим горам, мои молитвы, снегам равнин, печаль моя. Ни в снах любви, ни в буре битвы тебя забыть не в силах я. В далеком 67-м году сибиряк Евгений Евтушенко принял предложение друга Совершить сплав полени до Северного Ледовитого океана. И потом приезжал к нам еще несколько раз. Я его алмазы и слезы наизусть знаю, да и северную надбавку читал. Скажи, а ты по ягелю таскал тебя до лит? Не пивом, а по войной усталостью налит. Скажи, а ты счастлива, без всяких лососин, Пил бархатное пиво из тундровых трясин, А пивную пену крутящейся пурги Ты бился, как о стену, когда вокруг низги. Мы теплыми телами боролись, кореш, с той, Как ледяное пламя, дышавшей мерзлотой. А тех, кто приустали, внутрь приняла земля, И там, в гробу хрустальном, типа из хрусталя. Я, кореш, малость выжит, прости мою вину. Но ты скажи, кто движет на север всю страну? Мы сейчас проходим, кстати, по геологическим местам Якутска. Вот там, в 50-х, была единственная на весь город гостиница «Тайга», где жили первооткрыватели алмазов. Вот здесь якут-геология. Ее построили в 1971 году. Здесь начинал работать знаменитый потом Тарас Десяткин. Позже якут-золото построило себе новое здание на месте старинного магазина. А затем, благодаря предприятию якут-золото, появились бассейн «Самородок», гостиница «Горняк», спорткомплекс «50 лет победы». За геологами, открывшими подземные богатства, пришли поэты и писатели. Их, конечно, уже никто не гнал и не ссылал. Романтика сюда привела Симонова, Федосеева, а Вознесенский был несколько раз. Как бережно дома якутские Над мерзлотой парят на сваях. Они прохладой землю кутают, Чтоб как снегурка не оттаяла. С какой надеждою скворешни Стоят на кладбищах дощата, Чтоб души временно умерших Настранствовавшись Возвращались. Да, Андрей Вознесенский через Якутск Летел на дрейфующую станцию Северный полюс 24. Побывал и в Мирном, Чтоб увидеть, как алмазы добывают. Ему тут шерсть мамонта подарили. Шикарный сувенир. Такого не купишь. Поэт увез древность в Москву И вдохновился на цикл стихов и поэму. Цикл назывался «Из якутского дневника». А поэма «Вечное мясо». Говорил, что крестными поэмы были духи Олох и Улу. Придумал фантастическую историю, Как откопанный в мерзлоте Мамонтенок Дима Летает над страной. И люди вдруг начинают совершать Бескорыстные, щедрые поступки. Псы двадцатого века рвут мамонтово мясо. Его извлекли из мрака нефтяники, Роя трассу. Свидетельствуют собаки, Что мясо живое. Ясно? Да здравствует вечное мясо, Которое жрут собаки. Тринадцатитысячелетняя кровь Брызжет на бензобаке. Но, несмотря на тварищ, Жизнь полнится от прироста. Чем больше от нее отрываешь, Тем более остается. Знал ли интересный Иосиф Бродский, Что задолго до него тут тосковал его земляк, Герой стихотворения, Декабрист Бестужев? Тогда ведь ни Бюста, ни улицы еще не было. А за отзыв его не сержусь. Из Ленинграда попал в наш город, Мощенный чурочками, С коровами на центральной улице. Хотя, с другой стороны, В это время тут Черский Уже разворачивал строительство Академгородка, Амельников институт мерзлотоведения создал. А иностранцы к нам заезжали? Сохранились отзывы? Конечно. Якутск часто их удивлял. В 1961 году К нам прилетел Известный канадский писатель Фарли Моуэд. Его поразило количество писателей И образованных людей среди якутов. Он сравнивал наш народ с эскимосами. Права которых защищал. Фарли Моуэд позже написал книгу о севере. Ее так и не перевели на русский язык. Жаль. Она полна забавных приключений Канадца в Якутске. Какие невероятные люди у нас бывали. Даже сейчас сюда добираться непросто. А тогда ведь прибывали по Иркутскому И Охотскому трактам. Спускались по Лене. Прилетали с тремя, четырьмя пересадками На самолетах. Да. Кого-то город принимал с раскрытыми объятиями. А кого-то холодно и отстраненно. Благодарен всем, кто не пожалел времени И хоть словом, но упомянул наши места В путевых заметках, мемуарах, стихах и рассказах. Так и получилась наша книга отзывов. Возможно, не все страницы еще найдены. А возможно, что они пишутся прямо сейчас. Вот и нулевой километр. Центр моего любимого города. Мы, народ Саха, называем его Джолох Джокускай. Что значит счастливый Якутск. Давай закончим нашу экскурсию. Поблагодарим наших друзей за приятную прогулку И попросим написать отзыв о Якутске настоящим. На память. Для потомков и будущих историков. Редактор субтитров А.Семкин